Милые, добрые, взрослые, отмените войну, А я разноцветными звездами украшу для вас весну, И нарисую вам солнышко, которое будет смеяться, И больше не буду плакать, и больше не буду бояться. Еле сдерживая слез, юная воспитанница музыкального театра «Росинка» Культурно-спортивного центра «Азот» Как будто сама стала свидетелем тех страшных военных лет. Времени, где вместо песочниц котлованы от взорвавшихся бомб И последний кусок хлеба делится между братьями и сестрами. Черно дуло плакательной ночи. Холодно, холодно, холодно очень. Вставленная вместо стекла – картонка. Вместо соседнего дома – воронка. Поздно, а мамы все нет от чего-то. Еле живая ушла на работу. Есть очень хочется. Страшно, темно. Стоит сказать, что воспитанники культурно-спортивного центра «Азот» На поэтический флэш-моб строки «Опаленой войной» откликнули сразу. В первом сюжете мы показывали Варвару Матлину, Которая прочитала терзающую душу строки стихотворения «Чулочки» автора Мусаджалиль. После подоспели и другие участники музыкального театра. На окнах надоевшие кресты, и сутки не смолкает канонадок. А светлые мальчишечки мечты ведут меня по дедовому саду. Так хочется дотронуться рукой, да яблочно-прозрачно-спелой кожей. Увысь в наш улыбке и покой на лицах торопящихся прохожих. Как говорит руководитель театра Светлана Зуева, дети в своем понимании пропускают через себя строки про войну и учатся ценить подвиги наших предков. Детский музыкальный театр «Азот» культурно-спортивного центра «Азот» с огромным уважением, всем сердцем и душой присоединяются к этой значимой для всех нас поэтической акции «Строки, опаленные войной». Да, наши дети в это сложное время не могут выйти на сцену, но этот формат дает им уникальную возможность своим творчествам отдать дань уважения и благодарности, память о подвигах своих дедов и прадедов. До окончания поэтического флэш-моба «Строки, опаленные войной» осталось не так много времени. 9 мая выйдет итоговый сюжет с вашими стихотворениями, но это не значит, что на этом прочтение победоносных строк подошло к концу. Вы также можете отдать дань памяти своим предкам и разместить видео в комментариях под постом «Строки, опаленные войной». Елена Силакова, Новости Верхникаме.